Витаю, сябры! Пропоную ваше увазе оглядом ситуации с правами человека в Беларуси за красавик месяц. В местах по избавлению воли протягивались находятся перед зневоленный Михаил Жемчужный и признанный Министин Интернешнлом вязнем сумления Змитцер Полиенко. А криминальная справа, озбуженная в дочинении господара Фединича и Комлика, активистов Незалежного профсоюза РЭП, так само протягивалась. Субтитры создавал DimaTorzok конкретных особов, конкретных политвязнений по траву и книговозволения. В этом мы так само обащим, конечно, и полный выник працы белорусской правооборочной супольности. 19-го красавика Палата Простыняков в первом читании приняла смены у закона в сроках массовой информации. И по меркованию белорусской незалежной правооборочной супольности и журналистской, в это приведет еще большее возмацнение тиску и контролю над сроками массовой информации и доминику интернетом. Так, например, зараз, по воде этих изменов у закона в СМИ, все коростальники интернета, все комментаторы на сторонках в интернете, в соцсетках, повинны быть идентифицированы, то есть они повинны будут указывать непосредственно свои соправданные имены, прозвища. Уже зараз Министерство информации может блоковать любые веб-сайты у Беларуси, доступ до их незалежной, так как они находятся в какой доменной зоне, бивайте, в некой иншей. И приклады тому уже были в минулом году, когда блоковали сайты белорусский партизан и харты 97. Семного кроссовика стало видомо, что Минюст уже в семый раз одной его регистрации партии белорусской христианской демократии. Знову уж подставами для регистрации стали некие незначные недохубы в документах засновальников партии, непомоги просивших засновальников номера в телефонах. Короте подставы, которые однозначно не изъявляются допущальными обмежеваниями свободы ассоциации, которые сформулированы в артикуле 22 Международного пакта о грамадзянских и политических правах. Вышла постанова с обмена черговая, так званого ДКТ «Актунияцах», альбо докладно сказать, его новой версии. И эта постанова как раз вызначила те категории грамадзян, которые будут лечиться занятыми в экономице и не занятыми в экономице. А так само предупреждает парадок створения комиссий при райвыконкамах местцовых, которые будут заниматься задерживанием в лавковой ванне грамадзян, тех, которые не задерживаются в экономице. Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? Но некоторое положение этого постанова с обмена у нас выкликает серьезную занепокоенность, по кольке, например, предупреждает смягчимость накирования грамадзян у працездольных, которые не работают и ведут асоциальный образ жизни в лечебно-профилакторе. Что такое асоциальная ладжица, по коль, что неведомо, будем сочетаться с изменами законодавства, которое сформулирует докладно, что относится к этой категории. В уголе, треба сказать, что не гречено то, что декрет сформулированный по-новому, логика им засталась старая. А таким чином, красавику месяцем мы не зауважили неких системных изменов, скерованных на полепшинной ситуации с правами человека в Беларуси. На этом развитываемся с вами. До встречи сября.